Вы знаете, меня всегда интересовал вопрос, почему одни едят все, что хотят и не поправляются, а другие мучают себя диетами и набирают лишние килограммы. Об этом я сегодня поговорю со своей любимицей Алуникой Добровольской. Алуникой Добровольской, добрый вечер. Добрый вечер, меня сразу удивляет тема, я же не врач, диетолог. Но мы как-то с вами говорили о том, что многие процессы связаны с нашим мышлением. Все в голове. Вдруг, да, вдруг, вдруг. Ну, то есть, я поговорю об этом как специалист по нейролингвистике, да, как психотехнолог. Да, действительно, вообще, мне кажется, каждая девочка, которая когда-то сидела на диете, она в каком-то смысле врач-диетолог. Да, действительно, все проблемы у нас в голове. И ты знаешь, вот давай вот о чем поговорим. По сути, наш мозг так устроен, будем говорить про мозг, да, наш мозг так устроен, что еда для него это вознаграждение. Я, знаешь, наверное, удивлю тебя, но знаешь ли ты, что наш мозг на самом деле ничем не изменился, особенно за 50 тысяч лет. То есть, по сути, у нас точно такой же мозг, как был когда-то у кроманьонца. То есть, антропологи говорят, что каких-то так существенных изменений мозг наш не претерпел. И представь себе дефицит еды 50 тысяч лет назад и дефицит еды сейчас. Если мы с вами, дорогие телезрители, задумаемся, каждый из вас ответит себе на вопрос, сколько лет мы живем в условиях, когда еда стала доступной. Ну вот сколько? Наш золотой миллиард, которому мы принадлежим, все, которые, да, и вы тоже в золотом миллиарде, которые каждый день имеют, что покушать. Ну вот сколько? 100-150 лет, да, по сути. Всего лишь 200-300 тысяч лет назад еда была вознаграждением. И мозг привык к этому. Мозг наш так устроен, что центр насыщения напрямую связан с центром вознаграждения. А поскольку я часто на своих тренингах говорю такую забавную фразу, что мозг дурак, действительно, он очень классно устроен, он съедает 25% энергии каждый день, но он дурак, он действительно. Вот он действует, вот как его приучили, как его запрограммировали. Его запрограммировали десятки тысяч лет назад на такую простую программу. Еда съел доволен, еда съел доволен. И кроме того, еще с этим связано такое ощущение, еда молодец, еда молодец. То есть если у тебя есть еда, значит ты молодец. И вот таким образом нас запрограммировали. А теперь представь, как человек, который оказался в ситуации пищевого изобилия, которая существует всего 100-150 лет назад, как он должен себя чувствовать, когда у него нет других способов доказать себе, что он молодец. Вот посмотри, у нас еще, кстати, в обществе нет такой проблемы, например, допустим, как в некоторых странах, когда уровень ожирения действительно зашкаливает. Но мы сейчас тоже можем видеть, да, вот очень у молодого поколения и так далее. Посмотри, по сути, человек, вот у него то не получается, то не получается, то. Давай так, человек-женщина. У человека-женщины то не получается, у человека-женщины то не получается, то. Но одно у нее точно получится. Слушай тортик. Да, набрать себе вкусняшек и, простите, простите мой френч, и нажраться просто, да, вот, а потом, конечно, себя обвинять. То есть, ты знаешь, вот эта вот борьба бесконечная типа, ах, опять, почему я так поступила и так далее, она связана, ну, скажем, в корне ее настолько глубокие, потому что, ну, мозгу все равно, какие будут у тебя границы тела, вот такие, вот, или вот такие, мозгу нужно только одно, чтобы хозяйка получала сигнал, что она молодец, и мозг так думает, так, других сигналов нет, значит, холодильник. А я, честно говоря, когда думала над этой темой, думала, что это будет связано с тем, как нас кормят в детстве, говорит, слушай, молодец. А это уже, ты понимаешь, а это уже следствие, еще раз повторяю, корень проблем, корень этой ситуации вот какой, что центр в коре головного мозга, который связан с едой, находится в непосредственной связи с центром вознаграждения, съел – молодец, съел – молодец, вот и все. Что же делать? Что же делать? Во-первых, значит, сначала, еще раз сказать, что мозг дурак, надо его все время, мы все время должны с ним играть в такую игру, понимаешь, вот эти вот, кстати, все ухищрения, которые очень мудрые, типа, жуйте 30 раз, да, они же про обдури свой мозг, вот, ты понимаешь, жуй 30 раз, то есть дай сигнал мозгу, что ешь ты много, или там, допустим, сервируй себе красиво, вот, знаешь, вот эти все ухищрения, они как раз из этой серии, но особо опасным, действительно опасным, с точки зрения здоровья и вообще, является наше увлечение с сахаром. Я вот, как специаль, ну, я не могу назвать себя специалистом по мозгу, это будет слишком большой уровень лезть к себе, но поскольку я занимаюсь именно нейролингвистическим программированием, мне интересно, как устроен он. И вот, как, собственно говоря, специалист по нейролингвистике, какое-то время назад я подумала, знаешь, как тот Луи Пастер, они провестили мне над собой эксперимент. И через какое-то время я убрала полностью из рациона продукты, которые содержат сахар и белую муку, то есть, я подумала, мне было интересно, как работает это, вот, вдруг кому-то это будет, ну, тоже интересно, мне было интересно, как это работает, как этот механизм, что мы падки на это, потому что ты же согласишься, что если, допустим, среднестатистического человека, женщину, спросишь, а что для вас вкусняшки, то там будет все, что содержит вот как раз муку и сахар, муку и сахар, то есть, вкусняшка для женщины – это смесь жира, муки и сахара, все, в любых там, значит, пропорциях. И мне было интересно просто провести такой эксперимент над собой и понаблюдать, то есть, я действительно фиксировала, да, там изменения, и сейчас я могу сказать, что я абсолютно живу без этого вообще, то есть, у меня нет в рационе ни сахара, ни белой муки, и я скажу, что я поняла, что это просто одна из таких лживых ловушек, в которые мы попадаем. И что даже ломки не было? Ломка, вот как раз она была, действительно, вот эта вот углеводная ломка, когда вот мозг тебе говорит, ты что вообще? Я привык таким образом получать сигнал, я молодец, ты вообще что ли? Ну-ка быстренько, печенюшки, конфетки. То есть, мозг мне, в общем-то, устраивал все вот эти вот дебоши внутренние, когда он просто стучал в кору и говорил, стоп, мне нужно удовольствие, я по-другому его не могу получать, вот, мне нужно удовольствие. И я тогда, действительно, у меня были все эти периоды, но после того, как потом возникает такое ощущение, знаешь, действительно свобода от этого, хотя, конечно, с этим связано огромное количество осознания, я сейчас не успею про это сказать, но когда ты действительно свободно относишься к этому, то я стала практиковать, знаешь, что, я так, знаешь, находила людей, которые согласны были повторить этот эксперимент. Потому что вот я абсолютно уверена, что сладкое, вот именно сахар и белая мука в пище – это просто ловушки, это быстрый способ получить удовольствие. Мы должны научиться получать удовольствие от других штук в жизни, понимаешь? И вот я действительно находила, у меня есть уже несколько человек, вот недавно у меня был спор с мужчиной, который месяц держался без, тоже, вот просто наспор, ему было интересно, месяц держался без сахара и белой муки, мы поспорили на крупную сумму денег, ну, почему бы и нет, это же мужчина. И, в общем, и условие у нас было такое, что если он проиграет эту крупную сумму денег, то я ее потрачу на очень неприятное для него действо, а если, скажем, это если он, значит, проиграет, а если он выиграет, то он оставляет эту сумму себе. То есть и, кроме того, еще там он придумал себе вознаграждение. И ты знаешь, мне было, я все время была с ним в ВКонтакте, в общении все 30 дней, и мне было интересно наблюдать, как менялось его отношение к этому. Потому что я ему сказала, смотри, самое главное, ты запомни, что ты должен дурить свой мозг, именно так. То есть, понимаешь, с одной стороны, по сути, это что, кто с кем спорит, ты мозг, ты и есть мозг, но все время ты должен помнить, что он тебя пытается переиграть. И по итогам, когда истек этот эксперимент 1 мая, он мне сказал, слушай, ты знаешь, я никогда не относился к этому, вот у меня азарт прямо появился, и я вот почувствовала, что потребность просто отвалилась, вот просто отвалилась. И дальше он стал накручивать себе еще такие штуки. Ты знаешь, Женя, я тебе скажу, сахар и белая мука действительно лишние в нашем рационе. Вот я вас слушаю, и мне становится все интереснее и интереснее. А, ну, может быть, я не знаю, предложить вам поиграть так со мной в такую игру? Ты готова попробовать? Ну, а почему нет? Ну, то есть, смотри, у нас эксперимент назывался «Антирафинированная жизнь». И он длился 30 дней, и ты знаешь, я не буду тебе заранее говорить, какие обалденные осознания будут, через 30 дней ты будешь смотреть на реальность вокруг совершенно другими глазами, и на продукты тоже. У тебя будут такие инсайты и такие ага-озарения, понимаешь? Ты вспомнишь наш этот разговор «Я только за», если ты согласна попробовать. Причем это только для одного, чтобы реально посмотреть на мир, окружающий тебя новым взглядом. Ну, хорошо, хорошо. А зачем тебе это? Вот смотри, зачем? Ради чего? Я хочу по-другому выглядеть, я хочу провести эксперимент, я хочу получить новые знания, и я хочу взять себя на фонд, я не знаю, проверить, насколько смогу ли я. Вот мне такое отношение нравится. Ты знаешь, для того, чтобы усилить твою мотивацию, я тебе скажу, что вот героин, например, героин, правда нехорошая штука, да? Она в 20-е годы прошлого столетия продавалась в аптеке как лекарство от страха, это ты знаешь. И мало людей сейчас, может быть, согласятся со мной, но я готова спорить, что через 100 лет сахар белый будет точно так же запрещен. Мы просто этого не понимаем, потому что уровень диабета второго типа растет катастрофически, инвалидизация людей после 50-ти, она огромная. Наши женщины, я тебе скажу, наши женщины уродуют себя, потому что иметь кожу красивую после 40-ка и при этом кушать сладкое практически невозможно, потому что уровень коллагена в подкожном слое напрямую зависит от того, сколько у тебя в еде сахара. Алло, Ника, тогда смотрите, у меня есть такой опыт проведения флешмобов на фейсбуке, может мы попробуем? Да, наша Евгения Бардина согласна, но ты скажи тогда телезрителям, что ты согласна. Ой, да, я согласна, сегодня 15 мая, я сегодня начинаю флешмоб. Анти-рафинированная жизнь. Да, да. Хорошо. Хорошо, это значит, что 30 дней ты отслеживаешь, чтобы в твоем рационе не было белого сахара и белой муки. Да. Мы не спорим, мы договариваемся, да? А если все получится так, как мы хотим, то 15 июня как ты себя вознаградишь? Мозг хочет вознаграждений. Что-то очень классное, очень приятное. Я подарю себе… И мы все подарим Жене много чего. Да, я подарю себе поход в салон, полный инспектор спецпроцедур. Все, согласна, посмотрите все, да? Евгения Бардина берет на себя это обязательство которое нам весят. Спасибо. Окей. И посмотрим, и запишем еще одну программу после этого по итогам. Да. Я взвешиваю сегодня или не нужно? Это не нужно совершенно. Это не про это история. Лишний вес уйдет понусом. Не надо на нем фиксироваться совершенно. И ты должна к этому относиться как к игре, как к исследованию. Ты должна фокус держать на своих вкусовых ощущениях. Хорошо. Что еще нужно мне, на что мне еще нужно обращать внимание? Как по-другому ты можешь получать удовольствие в жизни? Потому что сахар, к сожалению, это обманка от многих удовольствий. Тебе нужно научить, тебе нужно расширять спектр удовольствий. Ты и так это умеешь. Ты жизнерадостная. И постепенно своему мозгу, мозгом сказать, чувак, я могу обойтись без этого. И я могу и в 60, и в 70 иметь нормальный уровень сахара, быть здоровой и не зависеть от монстров кондитерской промышленности. Но это же, я так понимаю, разговор не только о пироженках и тортиках. Это обо всем, где содержится белая мука и сахар. Вот это очень интересный эксперимент, который, смотри, если будет азарт, который повернет тебя, тем более сейчас у нас постепенно начинается свежая зелень, фрукты, да, который повернет тебя к тому, чтобы есть больше натурального. Можно фрукты, можно, не надо фиксироваться на весе, это не про это. Это только про, знаешь что, про твои личные отношения с синтетическим продуктом. Окей, у нас две минуты, мы подводим итог, хотя я не знаю, как сегодня подводить итог. Подводим итог таким образом. Евгения Бардина одна из тех, к ней присоединятся очень многие, которые начинают очень важный период в своей жизни. Она повернется к действительно живым, хорошим продуктам, которые сделают вас красивыми, потому что для женщины, для женщины, которая живет в плену обманок, которая думает, что она станет красивой с помощью косметики или еще что-то, когда она начнет питаться действительно правильно, она поймет, что такое действительно красота. Евгения Бардина в каком-то смысле будет пионерить, да, она пойдет, и многие из вас пойдут за нею, и мы объявляем такой 30-дневный флешмоб. Ну, поехали, хорошего вечера, пока! Субтитры создавал DimaTorzok